В Гонконге воскрешают золотые визы за покупку недвижимости, во Франции хотят отжать побольше налогов. Об этом, а еще об эммиграционных возможностях Турции и греческих новостях для инвесторов в сегодняшнем выпуске. Поехали! Когда речь заходит об эммиграции, и особенно в программах золотых виз, вряд ли первое, что придет вам на ум, это Гонконг. Место и недешевое, и далекое. С другой стороны, именно очень благополучно богатый административный район Китая привлекает тех, кто хочет быть человеком мира и не связываться с миграционными программами, или, скажу грубее, светиться в Европе или Америке. Да, и программа в Гонконге есть, причем до 2015 года в ней даже была опция БНЖ за покупку недвижимости. Впрочем, не буду говорить о ней в прошедшем времени. Местные власти эту возможность решили воскресить. Правда, условия получения сложные, а расценки, ну, совсем не демократичны. Порог входа почти 4 миллиона долларов, а недвижимость требуется купить вообще за 6,5 миллионов. Ну, можно утешать себя тем, что гонконгская недвижимость вообще очень дорогая, и миллионы за нее нормальная практика. Впрочем, сейчас цены в Гонконге снизились до 8-летнего минимума. По старым правилам БНЖ выдавался на год, а потом продлевался на два. В Турции все еще одно из самых популярных направлений для релокации у граждан России. И россияне в топе по получению местного БНЖ. Да, безусловно, есть и обратный процесс из Турции. Но все равно интерес сохраняется, и тому есть подтверждение. Управление по миграции страны опубликовало данные об иностранных резидентах, получивших разрешение на проживание в стране с начала 2024 года. В числе самых активных покупателей – россияне. Почти 87 тысяч в ГНЖ с начала года. Второе место в рейтинге. Казахстанцы и украинцы тоже вошли в первую десятку. Конечно, в это число входят и те, кто не в первый раз становится резидентами. Кроме того, пару лет назад россиян с ВНЖ было в полтора раза больше. И все равно, цифра солидная. Кстати, в последние месяцы местные власти пытаются смягчить иммиграционную политику после очевидных ужесточений последних лет. Вновь стали выдавать туристические ВНЖ. Запустили визу для цифровых кочевников, программы для технических специалистов, которая позволяет получить разрешение на работу специалистам или владельцев стартапов в области технологий с сроком на три года. Правила трудовой миграции тоже станут проще, но не для всех, а для ученых, исследователей, представителей культуры, искусства, спорта и не только. Да, далеко не все эти программы одинаково интересны. Но все равно, Турция предоставляет возможности для нынешнего времени очень хорошие. Кстати, о новых и уже давно известных правилах получения ВНЖ Турции мы будем говорить на вебинаре с компанией Alltop Real Estate 30 октября. Обсудим также, какие выгоды приносит сегодня турецкая недвижимость, как правильно сдавать свою собственность в аренду и другие насущные вопросы. 30 октября, среда. Регистрируйтесь. Ссылку оставили в описании к видео. Французские руководители хотят потрясти своих граждан. Французский финансовый комитет одобрил поправку, которая вводит целевой универсальный налог. Эта поправка предусматривает, что граждане Франции, проживающие в странах с более низкими налоговыми ставками, должны будут продолжать платить налоги в своей стране. Обещают, что действия поправки будут выходить за рамки подоходного налога и включать в себя налог на наследство, прирост капитала и дивиденды. Похоже на систему действующих США. Главное отличие – предложение Франции нацелено только на граждан, проживающих в странах, где налоговые ставки как минимум на 50% ниже, чем во Франции. До окончательного принятия или непринятия проекту нужно пройти голосование в национальной ассамблее. Пара цифр из Греции. Салоники обогнали Афины с 3 квартала 2019 года, то есть за 5 лет, средняя запрашиваемая цена на жилье здесь увеличилась на 83,5%. Квадратный метр здесь стоит в среднем 2400 евро. В столице за тот же период рост всего 43%. На соседних халкидиках средняя запрашиваемая цена на 12% выше, чем в центре Афины. Но все эти показатели меркнут на фоне цифры из кеклада. Здесь средняя запрашиваемая цена вообще 3500 евро за квадратный метр. Понятно, что недвижимость здесь свежая, много объектов класса люкс, но как средняя цифра она впечатляет. И еще две важные цифры. За три года с 2019-го доля собственников жилья в Греции снизилась до 72,5%. Арендаторов, в том числе на внутреннем рынке, стало больше. В самых популярных городах, Афинах и Салониках, вообще примерно на треть. Конечно, греческие власти тоже борются с краткосрочной арендой, сильнее разгоняющей цены на жилье. Впрочем, пока охладить спрос и удорожание недвижимости остановить, у них вряд ли получится. А это сигнал для инвесторов. В рубрике «Объект недели» переносимся в Дубай. Да, цены там растут. И рост этот, вопреки прогнозам, все никак не останавливается. Последние цифры от Велустрат. 25% за год. Это к середине сентября. Квадратный метр стоит уже больше 4000 долларов. Соответственно, тем, кто хочет купить в Дубае в престижном районе себе жилье, но потратить относительно немного, стоит смотреть на строящиеся объекты небольшой площади. И это, кстати, еще одна тенденция рынка. Средняя площадь нового жилья, проданного в этом году, составила 134 квадратных метра, что на 60 квадратных метров меньше, чем в 2021 году. Но для скромных инвестиционных задач и 134 метра это много. Сегодня посмотрим на вариант еще на 100 квадратов меньше. Апартаменты в строящемся комплексе в районе Jumeirah Village Circle. Сдача намечается в 2027 году. Битовая квартира, 15 этаж, сам проект с первоклассной инфраструктурой. Фитнес, бассейн, беговые дорожки прямо на территории, кинотеатр, каворкинг. По всему кажется, что и под сдачу эксплатам подойдет. И цена из-за маленькой площади по дубайским меркам скромная. В евро меньше 175 тысяч. Все подробности и предложения на Приан ссылка в описании. На этом наш выпуск подходит к концу. Прощаемся с вами до следующей недели. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь, ставьте палец вверх и делитесь своим мнением под видео. До встречи!